Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В студии Виктория Царева. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для нанесения ударов по военным объектам в России. Оппозиционные партии и грузинские НПО организовали очередной митинг в Тбилиси, что заставило демонстрантов выйти на улицы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отставки в правительстве. В понедельник премьер Дарин Ричан объявил имена чиновников, которые покинут посты министров. Ранее глава государства Майя Сандо предложила провести перестановки в Кабмине, чтобы достичь лучших результатов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зная, что у людей высокие ожидания от правительства. И так и должно быть. Мы провели анализ с гражданским обществом, членами ВСМ, ВСП, профессиональными ассоциациями, а также с другими людьми, которые заметили необходимость перестановок в правительстве. Я обсуждал тему с членами ПДС, с профильными ассоциациями, а также с разными экспертами. В области внутренних дел необходимо обеспечить лучшую синергию между подразделениями и эффективную координацию действий руководителей подразделений внутренних дел. Не менее важен переговорный процесс с Евросоюзом, и мы должны сделать больше для системы безопасности и общественного порядка в Республике Молдова. Министр внутренних дел Адриан Ефрос покидает свой пост. Его место займет действующий госсекретарь Даниэла Мисаил Никитин. Ефрос прокомментировал отставку в социальных сетях. Я работал над поддержкой европейского пути Республики Молдова, будучи убежденным, что это лучший путь к процветающему будущему. Я уверен, что коллектив Министерства внутренних дел и дальше будет способствовать укреплению этой национальной цели и защите демократических ценностей. Я по-прежнему предан Молдове и ее гражданам, готов поддержать усилия ради блага и безопасности страны, независимо от контекста. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля покинул свой пост, но не правительство. Он займет должность министра инфраструктуры и регионального развития, которая осталась вакантной после отставки Андрея Спыну. Вместо него Министерство сельского хозяйства возглавит Людмила Катлабуга. Она является молодым предпринимателем и сейчас занимает должность исполнительного директора Ассоциации производителей молока. Никто не покупает билеты на «Титаник». Так, экономический эксперт Вячеслав Яуница прокомментировал возможность создания частично технократного правительства. В передаче «Семь дней» на нашем телеканале эксперт подчеркнул, что как гражданин и эксперт в экономической сфере он удовлетворен деятельностью лишь двух министров. Я с трудом представляю, кто из экспертов согласится приехать. Это как в поговорке «никто не купит билет на «Титаник». Но если серьезно, у меня нет претензий только к двум министрам – к главе Минфина, а второй – министр труда и соцзащиты. У нас были глубокие кризисы, но также беспрецедентная поддержка со стороны внешних партнеров. А команда, и я имею в виду не только нынешнего министра, но также господина Спытарь, они создали систему защиты во время холодного периода. На мой взгляд, лучше они вряд ли смогли бы. В ходе программы бывший вице-председатель ЕСДП и политолог Еремей Пресежнюк подчеркнул, что косметический ремонт в нынешнем кабинете министров не сильно изменит ситуацию. Признаки того, что дела внутри страны идут не очень хорошо, были еще до этих важных электоральных упражнений. К сожалению, мы достигли того, что достигли, несмотря на результаты, которые решили наше будущее в отношении европейской интеграции и референдума. Люди ожидали, что будут приняты немедленные меры, и я не знаю, как можно изменить ситуацию в условиях только косметического ремонта. Болитовые эксперты полагают, что отставки министров требуют аргументов, чтобы убедить общество в их необходимости и в том, что они принесут ожидаемые гражданам результаты. Прежде всего, почему мы их меняем? Замена ради замены. Мы хотим послать сигнал обществу, так больше не может быть. Как так, больше не может быть, если мы не дадим оценку и скажем, ну, что-то было хорошо, но уходи. Это издевательство над людьми и наплевательское отношение, если не дать четкую политическую оценку. Провела консультации с лидерами нескольких оппозиционных партий. В понедельник президент Майя Санду встретилась с главами политформирования, чтобы обсудить реформу правосудия и выявить инструменты борьбы с коррупцией. На переговоры с президентом Майя Санду пришли представители нескольких политформирований, в том числе Большинство из них заявили, что тема кадровых перестановок правительства обсуждаться на этих консультациях не будет. Я вам говорю, что каждый раз мы сталкивались со свершившимся фактом, с референдумом и другими событиями, и с Великим Европейским Собранием. Поэтому мы сегодня не ждем, чтобы кто-то посоветовался. Они в правительстве, у них парламентское большинство. Я считаю, что они решают и несут ответственность за то, кого увольнять и кого назначать. Перед консультациями с Майя Санду президент партии Демократия Дома Василий Костюк заявил в прессе, что он и его команда осуждают политическую избирательную коррупцию. Нас пригласили обсудить политическую коррупцию. А что можно обсуждать с внепарламентскими партиями о политической коррупции, тем более, что некоторые из них действительно коррумпированы? Мы пришли заявить, что осуждаем политическую коррупцию. Хорошо бы всю прессу приняли в резиденции, чтобы послушать дискуссии между нами. А то знаете, как получится. Я сфотографирую с госпожой президентом, чтобы вы могли видеть, как мы все сидим, положив руки на колени. Лидер ЕСДП Иун Сула подчеркнул, что его политформирование уважает государственные институты. Мы получили приглашение от президента. Тема консультации связана с коррупцией в избирательной сфере. Уверен, что на эту тему есть что обсудить, особенно после последних президентских выборов, хотя я бы упомянул и местные также. Уточним, что ранее по СРМ партия развития объединения Молдова, а также наша партия заявили, что не будут участвовать в этих консультациях. Неделю назад, после заседания Высшего совета безопасности, Майя Сандо объявила, что пригласит представителей политических партий для обсуждения действий, которые необходимо предпринять для борьбы с политической коррупцией. Президент отмерил, что после консультации правительство вместе с парламентом и другими ответственными институтами предложит конкретный план, который обеспечит приоритетное изучение причин политической коррупции, незаконного финансирования партий и подкуп голосов, а также поможет сократить сроки рассмотрения уголовных дел. Майя Сандо также заявила, что пригласит на консультации представителей как политических партий, так и гражданского общества. Власти страны заявили, что сообщения о падении каких-либо летающих объектов на территорию Молдовы не поступало. В воскресенье два аппарата, похожих на дроны, пролетели над воздушным пространством нашей страны на севере. Правоохранители призывают граждан, которые заметили на земле подозрительное устройство или осколки, не приближаться и не трогать их, а немедленно уведомить полицию по номеру 112. Камера наблюдения в одном из домохозяйств в селе Руси на Единецкого района записала звук, похожий на тот, что издают пролетающие ракеты. Он летел с той стороны прямо сюда. Я его видел, но не слышал. Это был беспилотник, потому что у него были крылья. Было около 7 часов 20 минут. Другие говорили, что видели два летательных аппарата черного цвета. Мы не боимся, потому что Бог нас хранит. Но не фиг не поддерживал. В секторе Ларго Бричанского района на украинской стороне была замечена ракета, а житель села Грозница Бричанского района сообщил, что увидел два летательных аппарата, похожих на дроны, на высоте около 100 метров. Они исчезли из поля зрения над селами Ратунда и Халахора-Дисус. В связи с этим мы призываем вас сохранять спокойствие и в случае обнаружения подозрительных объектов или летательных аппаратов немедленно сообщать об этом в компетентные органы или позвонить по телефону 112. Депутат, отправивший партии «Действия и солидарность» Раду Марьян, также прокомментировал инцидент. Он подчеркнул на странице в социальных сетях, что граждане должны сохранять бдительность и осторожность. Напомним, что неделю назад в Каушанском и Рыжканском районах обнаружили два беспилотника. В результате проверки правоохранители установили, что это дроны-шахет, которые используют Россия, однако без взрывчатки. В минувший понедельник президент страны Майя Санда заявила, что эти аппараты не представляют опасности для граждан. На молдавской политической арене появится новый проект «Республиканская партия «Сердце Молдовы». Ее возглавит бывший кандидат на пост президента, она же экс-башканга Гаузи Ирина Влах. Новость политик объявила на брифинге. По словам Ирины Влах, решение создать новую политическую партию приняли на субботнем конгрессе. На мероприятии собрались 272 делегаты из 22 районов страны. Считаю важным подчеркнуть, что согласно своему статусу «Сердце Молдовы» будет левоцентристской партией, а в своей деятельности будет учитывать консервативную доктрину. В основе нашей программы лежит часть той платформы, с которой я шла на президентские выборы. Основные положения программы нового политформирования включают обеспечение мира в Молдове, взвешенную внешнюю политику, независимую профессиональную систему юстиции, а также урегулирование Приднестровского конфликта. В 2025 году пройдут парламентские выборы, которые будут первым серьезным политическим экзаменом для нашей партии. Мы тщательно подготовимся к голосованию, поскольку от него зависит будущее Молдовы. Следующим шагом станет регистрация новой республиканской партии «Сердце Молдовы» в агентстве публичной собственности. Напомним, по результатам первого тура президентских выборов, Ирина Влаг заняла четвертое место с результатом менее 5,5%. Национальное альтернативное движение мэра Кишинева Иона Чабана расширяется по всей стране. В эти выходные партия объявила о создании территориальных организаций на севере Молдовы, в Дроке, Шелдонештах и Гладянах. Мэр столицы Ион Чабан утверждает, что жители разных районов страны говорят об усталости от пустых слов и обещаний. По словам городоначальника, его партия доказала, что может эффективно работать, несмотря на трудности, и продолжит это делать в каждом населенном пункте. В программе «Шапти Зиля» на нашем телеканале неприсоединившийся депутат Гай Квартанян, который входит в команду национального альтернативного движения, подчеркнул, что выполненные обещания станут главным столпом для партии Иона Чабана. МАН позиционирует себя как партия, команда людей, которые показывают результатом, делом, а не просто разговорами, как команда людей, которая старается выполнять свои обещания. Отвечая на вопросы о том, с какими партиями МАН может создать коалицию, если пройдет в парламент после выборов 2025 года, Вартанян подчеркнул, что пока рано говорить о каких-то сценариях. Депутат предположил, что партия сядет за стол переговоров с проевропейскими партиями. Представители и сторонники Иона Шора не находятся. Это мы сразу отметаем. Рано еще говорить о каких-то коалициях, но очевидно, что диалог будет вестись со всеми, которые разделяют наши принципы, ценности. В первую очередь, конечно же, мы выступаем за то, чтобы наш путь, та открытия, которая сейчас есть у Европейского Союза к Молдове, чтобы она использовалась эффективно, чтобы те финансы, которые поступают сюда, использовались эффективно, чтобы Молдова как можно быстрее развивалась, чтобы это окно возможностей было использовано. Вне зависимости, когда мы закончим переговоры, те, кто будут разделять вот такие принципы, мы с ними будем разговаривать. Также в минувшие выходные была создана женская организация национального альтернативного движения. Ее председателем избрали Анжелу Кутасевич, нынешний вице-мэр столицы. Целью организации является продвижение европейских ценностей, поддержка женщин в руководящих структурах партии и страны, сокращение предотвращения домашнего насилия путем создания профильных служб, расширение центров материнства, борьба с экономическим неравенством среди женщин и создание национального фонда для поддержки сельских женщин, которые хотят развивать свой бизнес. Чтобы Молдова стала частью Евросоюза, к 2030 году минимальная заработная плата должна составлять 50% от средней зарплаты по экономике. Такие прогнозы озвучил экономический эксперт Вячеслав Юницы, который проанализировал ситуацию с минимальной оплатой труда и ее приведение в соответствии со стандартами ЕС. По словам эксперта, до 2021 года минимальная зарплата постепенно повышалась, однако не обеспечивала необходимый минимум. Юницы отметил, что уровень социальной защиты сотрудников возрос после 2022 года, когда власти начали политику приведения зарплаты в соответствии с европейскими стандартами. Если мы действительно хотим, чтобы Молдова стала членом Европейского Союза, то среди множества проблем, которые нам предстоит решить, значится защита работников. И в частности, стандарт обеспечения наших сотрудников гарантированной минимальной заработной платой. Это должно взять на себя правительство Молдовы. В 2030 году, когда мы, скорее всего, будем готовы к вступлению в Европейский Союз, минимальная зарплата в Молдове должна быть на уровне, принятом в Евросоюзе. Мы не говорим о высокой зарплате, мы говорим о соотношении со средней. В 2021-2022 годах средняя зарплата в экономике составила минус 0,8% и минус 10,7% соответственно. Затем последовал 2023 год с ростом на 13,5%. А в 2024 году реальный рост средней зарплаты в экономике прогнозируется на уровне 12,2%, а также подчеркивает экономический эксперт. Я привел динамику с 1993 года, когда мы ввели Молдавский лей. Напомню, что средняя зарплата на момент введения Молдавского лея составляла 31 лей 20 банов брута. Чистая зарплата составляла 26 лей в месяц. И мало кто может себе представить такую цифру. Но сегодня, в этом году, у нас будет зарплата, скорее всего, более 14 300 леев. В следующем году, скорее всего, 16 300 леев. А в 2027 году, я думаю, мы перешагнем за порог в 20 000 леев. Это будет 21,5 тысяча леев. Анализируя минимальные зарплаты в странах ЕС в этом году, эксперт констатировал, что в Люксембурге они самые высокие, а в Болгарии – самые низкие. Самая высокая гарантированная минимальная зарплата в Люксембурге – 2571 евро. Дальше идут Бельгия, Нидерланды, Ирландия, если говорить о северных странах. В ЕС самая низкая гарантированная минимальная зарплата в Болгарии – 477 евро. В Румынии – 605 евро. В Албании, стране, которая, как и мы, подает заявку на вступление в Евросоюз, она составляет 360 евро, а в Республике Молдова самая низкая гарантированная минимальная зарплата – 260 евро. По мнению эксперта, в следующем году в нашей стране необходимо установить минимальную зарплату в размере 6200 леев в месяц, что составит 38% от среднего показателя, прогнозируемого на следующий год. В 2026 году в месяц будут выплачивать минимум 7700 леев, а в 2027 году – 9350. Власти Молдовы дали старт национальной кампании по восстановлению леса. В минувшие выходные глава государства Майя Санду, а также сотни представителей министерств и добровольцы отправились в село Фрумушика к Камуны-Бачой. Там президент посадила саженцы акации и ясеня, а также призвала граждан участвовать в последующих акциях. Я благодарю всех коллег, местных жителей, молодежь, представителей ассоциаций и компаний, а также всех тех, кто в разных населенных пунктах присоединился к поколению леса, чтобы мы все могли наслаждаться более здоровым будущим. Каждый саженец – это шаг к чистой планете и более зеленой Молдове. Другая группа представителей Кабмина отправилась в село Малаешты Аргеевского района. Пресс-секретарь правительства Даниил Воды разместил в соцсетях видео. В нем он рассказал, что энтузиасты посадили более 200 деревьев. Больше лесов означает свежий воздух, чистую и здоровую окружающую среду для всех людей. Ты тоже можешь стать главным героем поколения леса. Зайди на сайт moldsilva.gov.md, выбери питомник, где ты бы мог посадить саженцы и внести свой вклад в восстановление лесов Молдовы. Вместе мы сильнее и можем стать поколением, которое сделает страну более зеленой, здоровой и дружелюбной для нашего и будущих поколений. Министр окружающей среды Серджио Лазаренко подчеркнул, что в эти выходные участие в акциях приняли более 600 человек. Они высадили деревья на более чем 40 гектарах леса. Посадка идет во всех районах страны. Это очень важно, что мы оставим после себя. Давайте оставим более зеленую Молдову, богатую лесами. По данным властей, всего этой осенью планируется посадить 4000 гектаров леса. В течение года свыше 7300 гектаров. Больше информации и деталей о том, как записаться для участия в кампании, можно найти на сайте агентства Молдсилва. молдсилва.gov.мд. Нужно нажать на кнопку «Участвуй в посадках. Сезон осень». В последнее время регистрируется все больше смертей, вызванных раком. Сигнал тревоги по этому поводу подал заместитель начальника главного управления медико-социальной помощи Владимир Балакан. На оперативном заседании мэрии он отметил, что 40% смертей среди населения вызваны раком. Чтобы снизить эту тенденцию и улучшить доступность специализированной медпомощи, столичные власти предлагают создать муниципальную онкологическую службу. Мы наблюдаем тенденцию к увеличению смертности от рака среди населения трудоспособного возраста. 40% смертей среди этой категории вызваны раком, подтверждая открытость муниципалитета перед центральными властями для продолжения дискуссии относительно создания муниципальной онкологической службы и снижения нагрузки на врачей Института онкологии. Что касается сезонного гриппа, клиническая картина свидетельствует о продвинутом уровне вакцинации, что привело к значительному снижению случаев пневмонии и бронхопневмонии. По словам Балакана, основным фактором риска остаются инсульты, их по-прежнему регистрируют значительное количество. В профилактическом плане мы перевыполнили план. Уровень вакцинации превысил 90% и это радует. Напоминаю о необходимости сделать прививку от сезонного гриппа. К сожалению, статистика по нарушениям мозгового кровообращения и острому коронарному синдрому остается печальной. Эти патологии служат причинами более 60% смертей в рядах населения. Однако, по словам чиновника, благодаря программам в муниципальных учреждениях уровень смертности от этих заболеваний снизился на 4%. Двое человек насмерть отравились газом в Новоанинском районе в минувшие выходные. Один из них – трехлетний малыш. Еще один случай, но без летальных исходов, произошел в Гагаузии. Двое местных жителей надышались газом от печи. Первый случай произошел в селе Гуробыкулы Новоанинского района. В доме обнаружили тела 42-летнего мужчины и трехлетнего ребенка. Они отравились газом. Специалисты экстренных служб установили, что утечка газа произошла из затопительного котла, подключенного к сети природного газа. Второй инцидент произошел вчера утром в Копчаке в Гагаузии. 42-летняя женщина и 12-летний подросток отравились угарным газом от печи, которая работала всю ночь. Стала известна и статистика по авариям. На прошлой неделе на территории Кишинева было зарегистрировано более 280 дорожно-транспортных происшествий. Было зарегистрировано 282 дорожно-транспортных происшествия. В 16 из них пострадали 23 человека. 266 автовладельцев понесли материальный ущерб. Кроме того, глава управления по чрезвычайным ситуациям в муниципе Кишинев Олег Мельник заявил на оперативном совещании, что на предыдущей неделе помощь спасателей понадобилась в 70 случаях, в их числе 10 пожаров. Безграничная боль в семье исполнителя народной музыки Игоря Кучука. В понедельник в столичной церкви в воскресенье всех святых состоялось прощание с его дочерью Андреей. Ее похоронили на армянском кладбище в Кишиневе. Сотни человек пришли на похороны, чтобы проводить Андрею в последний путь. На прощальной церемонии звучали песни, которые она исполняла. Андрея Кучук скончалась в возрасте 17 лет в пятницу вечером. Это произошло в одном из столичных ресторанов на балу первокурсников. В какой-то момент девушке стало плохо. Врачи пытались ее реанимировать в течение 50 минут, но им это не удалось. В субботу утром отец погибший Игорь Кучук раскритиковал в социальных сетях условия в заведении, где проходила вечеринка. Он также обвинил службу скорой помощи в неэффективности. Мне позвонила жена и сказала, что Андрея потеряла сознание. Она лежит рядом с ней и ее коллеги. Спасатели приехали через 7 минут без необходимого оборудования. Они позвонили и через 20 минут приехала вторая машина скорой помощи с дыхательным аппаратом, но слишком поздно. Они 45 минут пытались реанимировать ее, но не смогли вернуть к жизни. Я не знаю, что сказать. Сегодня мы узнаем причину смерти. В том заведении, полном дыма от кальянов и электронных сигарет, просто нечем было дышать. Там нет нормальной вентиляции. Мы убиты горем. Тем временем, министр здравоохранения Аланья Миренко и представители Национального центра скорой до госпитальной медицинской помощи заявляют, что все машины скорой помощи оснащены необходимым медицинским оборудованием, а запрос на вторую бригаду был обусловлен серьезностью случая. В службе скорой медицинской помощи больше нет необорудованных машин. За последние два года служба получила 206 новых современных машин типа А, Б и С, оснащенных всем необходимым оборудованием в соответствии с международными стандартами. Даже наши села уже обслуживаются современными машинами скорой помощи, не говоря уже о Кишиневе. То, что была вызвана реанимационная бригада, говорит о серьезности случая, а не о том, что первая бригада не была оборудована. Такова процедура, и врачи должны реанимировать до тех пор, пока не будет исчерпан последний шанс. Безусловно, все машины скорой помощи оснащены медицинским оборудованием, кислородом и дефибрилляторами, а запрос на вторую бригаду был обусловлен спецификой и тяжестью случая. Все действия и реанимационные мероприятия проводились в течение 52 минут в соответствии с действующими национальными клиническими протоколами. Бригада сделала все возможное для спасения пациентки, выполняя реанимационные мероприятия по восстановлению сердечно-легочной и мозговой деятельности. К глубокому сожалению, все действия оказались безуспешными, и девушка скончалась. Позже Игоря Кучука уведомили, что причиной смерти его дочери стала остановка сердца. Он подтвердил, что в прошлом у Андрея были проблемы с сердцем, и около пяти лет назад ей даже сделали операцию. Десятки учеников из разных уголков страны приняли участие в соревнованиях «Веселые старты», которые прошли в спортивном зале Центра передового опыта в сфере транспорта. Цель мероприятия – информирование общественности и продвижение инклюзивного образования. Дети с особыми образовательными потребностями активно участвовали в спортивных соревнованиях, но в финале победила дружба. Соревнования начались с песен, народных танцев и показательных выступлений по фехтованию. Ученики из Брича, Наргеева, Унген, Кагула и других населенных пунктов страны приняли участие в соревнованиях под названиями «Собери команду», «Перевези короля» и другими. Успехи ребят оценивало жюри. Здесь красиво, приятная атмосфера. Есть конкуренция между учениками. Дружба всегда побеждает. Я приехала сюда из профессиональной школы Бричанского района, чтобы принять участие в соревнованиях. Мы немного устали, дорога сюда была долгой, но атмосфера хорошая. Я приехал из Унген, чтобы завести новые знакомства, посмотреть, какие мероприятия проводятся в Кишиневе. Директор Центра передового опыта в транспортной сфере рассказала, что подобное мероприятие проходит впервые. У нас есть дети с особыми образовательными потребностями, и для Республики Молдова это что-то новое. Мы пытаемся интегрировать этих детей в систему профессионально-технического образования, решили сделать это в более веселой форме, через спортивные игры. Мы осмелились выступить с предложением для профессионально-технических учебных заведений. Не все его приняли, но 11 учреждений решили участвовать. Для нас это тоже опыт, но мы решили выйти на уровень Молдовы и провести подобные инклюзивные игры. Мероприятие прошло при поддержке нескольких партнеров по развитию в рамках проекта «Ди Лаегал, Лаегал», что переводится как «От равного к равному». Восемь актеров-любителей вместе со своим театральным педагогом сумели поднять на ноги всех зрителей в театре имени Жены Ионеско. Молодые артисты экспериментального театра выступили со спектаклем «Возможность любить», в ходе которого показали пародии, клоунаду, сценический бой и многое другое. Наша съемочная группа побывала за кулисами и сняла эксклюзивный репортаж. Зрители рассказали журналисту нашего телеканала, что даже не почувствовали, как пролетело более двух часов спектакля, который показали артисты экспериментального театра. Очень здорово, режиссер с феноменальными идеями. Это необыкновенный спектакль, у молодых актеров есть талант. Было невероятно хорошо. Мы проживали жизненные моменты вместе с героями, с актерами. Мы пришли уставшие после рабочей недели, напряженные, но благодаря энергии молодежи почувствовали себя прекрасно. А после представления нам удалось поговорить и с актерами спектакля «Возможность любить». Я чувствую себя прекрасно, хотя и несколько взволнованно. Даже не могу передать, что я чувствую. Это было чудесно. Иногда эмоции переполняли нас. Я не думала, что все будет так быстро. В целом, все хорошо. Думаю, что все прошло очень хорошо. Мы хотели это сделать, работали над спектаклем около полутора лет. Большое спасибо зрителям. Их присутствие – очень веский повод продолжать. Вот это экспериментальный театр во всех смыслах эксперимент. Как я дошел до органики и до жизни на сцене. Когда попадаешь в профессиональный театр, то такая профессия изучается не через текст. Мы больше обращаемся непосредственно к душе. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. После публикации в СМИ информация о том, что Вашингтон разрешил Украине использовать поставляемые США ракеты дальнего радиуса действия. Для ударов по военным целям в России президент Владимир Зеленский заявил, что о таких вещах не объявляют. И ракеты скажут сами за себя. Сегодня в СМИ много говорится о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносятся не на словах. О таких вещах не объявляют. Ракеты скажут сами за себя. Обязательно. Белый дом официально не комментирует эту информацию. О решении президента США Джо Байдена одновременно сообщили New York Times, Washington Post, информационные агентства Reuters и Associated Press. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, разрешение на использование Атакамс направлено на сдерживание КНДР в ответ на размещение северокорейских военных в Курской области. Наблюдатели говорят о серьезном изменении в политике США в последние недели пребывания Байдена в Белом доме. Представитель команды переходного периода Трампа отказался в воскресенье комментировать сообщения о решении Байдена. Как сказал президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работы над прекращением войны, сказал директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг в заявлении для CNN. Информация о решении Вашингтона появилась на фоне массированной российской атаки на Украину с использованием ракет и беспилотников. В воскресенье вечером жертвами ракетного удара по многоэтажному жилому дому в Сумах стали не менее 11 человек, в том числе двое детей. Более 50 получили ранения. Ранее силы РФ запустили в общей сложности 120 ракет и 90 беспилотников в ходе масштабной атаки по территории Украины. Основной удар пришелся на инфраструктуру энергетического сектора. Власти Одесской области заявили о сложной ситуации с теплой и водоснабжением. В понедельник утром Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников на территории Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областей. Председатель КНР Си Цзиньпинь в ходе последней встречи с американским президентом Джо Байденом заявил, что китайско-американские отношения остаются неизменными после избрания Дональда Трампа. Следующим президентом лидеры двух государств встретились на полях ежегодного саммита АТЭС в Перу. Цель Китая – стабильное, здоровое и устойчивое отношение между Китаями и США остается неизменной, заявил Си Цзиньпин в разговоре с Байденом. Он добавил, что стабильные отношения между Китаями и США имеют решающее значение не только для обеих стран, но и для будущего и судьбы человечества. В свою очередь Байден приветствовал долгосрочное партнерство с Си Цзиньпином и признал, что они не всегда соглашались друг с другом в те десятилетия, что общались друг с другом. Он сказал, что они всегда были откровенны в своих коммуникациях, которые он назвал жизненно важными. Ряд американских СМИ ожидали, что Байден призовет Си использовать свое влияние на Ким Чен Ина, чтобы отговорить КНДР от дальнейшего усиления поддержки российской войны на Украине, но сообщения о таком разговоре не поступало. Избранный президент США Дональд Трамп определил претендента на пост председателя Федеральной комиссии по связи. Это Брэндон Карр, критик политики администрации Байдена в области телекоммуникаций и крупных технологических компаний. Сегодня Карр состоит в независимом агентстве, регулирующем телекоммуникации. Ранее он резко критиковал решение агентства не выделять субсидий для спутниковой связи Starlink Илона Маска. Он также обвинял крупные технологические компании в цензуре, заявляя, что хочет восстановить право простых американцев на свободу слова. Брэндон Карр также ярый критик Китая. Он стал первым представителем своего агентства, который посетил Тайвань. Карр также сторонник жесткой линии в отношении китайских телекоммуникационных компаний. Руководителем нефтегазовой отрасли страны может стать Крис Райт, сторонник использования ископаемого топлива. Райт – основатель и генеральный директор Liberty Energy, компании-поставщика нефтегазовых услуг. Ожидается, что он поддержит план Трампа по увеличению объемов добычи нефти и газа и по поиску путей увеличения выработки электроэнергии. Он также, вероятно, поддержит позицию Трампа в отношении борьбы с изменением климата. Райт называл сторонников этой идеи паникерами и сравнивал усилия по противостоянию глобальному потеплению с коммунизмом. Райт много писал о том, что увеличение добычи ископаемого топлива может вывести людей из нищеты. Если Сенат утвердит кандидатуру Райта, он заменит Дженнифер Гренхолм – сторонницу электромобилей и новых источников энергии, таких как геотермальная, ветровая, солнечная и ядерная. Трамп также объявил, что один из двух руководителей его предвыборной кампании, Сьюзи Уайллс, станет начальником штаба в Белом доме. Тем временем на пост министра внутренней безопасности он выбрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм. Она известна тем, что отказалась вводить в штате масочный режим во время пандемии. Падение инфляции более чем на 50% может произойти в ЕС в следующем году на фоне скромного экономического подъема и рекордно низкого уровня безработицы. Об этом говорится в прогнозе Европейской комиссии. В отчете, однако, утверждается, что открытая экономика блока особенно уязвима для растущего протекционизма. Возможно, протекционистский поворот в торговой политике США будет крайне вреден для обеих экономик. И Еврокомиссия будет работать с новой администрацией США, чтобы подвигать сильную трансатлантическую повестку дня и гарантировать, что международные торговые каналы останутся открытыми и одновременно станут более безопасными. Согласно отчету, в 2025 году цены в ЕС вырастут всего на 2,4% по сравнению с 9,2% в 2022 году, что значительно приблизит показатели к целевому уровню инфляции Европейского центрального банка в 2% для еврозоны. Однако домохозяйство ЕС, пострадавшее от недавних потрясений, по-прежнему осмотрительно экономят, а не тратят. Чиновники в Брюсселе говорят, что потенциальные всплески падения в мировой торговле по-прежнему вызывают беспокойство. Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября, пообещав ввести пошлины в размере 10% на импорт, в том числе из ЕС. Но прогнозы Еврокомиссии учитывают данные лишь до конца октября. В Тбилиси у здания парламента прошла акция оппозиционных партий и неправительственных организаций Грузии, посвященная нарушениям и фактам фальсификации парламентских выборов. По официальным данным ЦИК, победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая около 54% голосов. Оппозиционные прозападные коалиции обеспечили себе поддержку около 37% избирателей. В ходе митинга руководители и наблюдатели от неправительственных организаций рассказали, а также продемонстрировали видео и раздали документы с подробным описанием тех методов фальсификации выборов властями, которые, по их утверждению, применялись 26 октября. Собравшиеся обратили внимание на нарушение тайны голосования. В частности, на избирательных участках гражданам выдавали специальные фломастеры, след от которых проявлялся на оборотной стороне избирательного бюллетеня. Кроме того, были представлены доказательства контроля над волей избирателей. По утверждению критика власти, нанятые правящей партией люди звонили избирателям с угрозами. Оппозиционные коалиции совместно с НКО вновь подтвердили, что их цель – добиться международного расследования нарушений, потасовок и манипуляций до и во время выборов, а также проведения нового голосования под контролем ЕС. Представители оппозиции обещали сторонникам бойкотировать работу парламента и в случае необходимости отказаться от мандатов. Ранее лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе заявил, что аппараты для электронного голосования используются во многих странах мира, а бумага и фломастер для заполнения бюллетеней цех Грузии рекомендованы опытными западными компаниями. В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил в воскресенье, что первое заседание избранного парламента состоится 25 ноября. Словакия может ужесточить закон о языках нацменьшинств, чем очень обеспокоена венгерская община. Оппозиция считает, что это негативно скажется на туризме и вызовет критику со стороны Евросоюза. Поправка предположительно запретит использование языков меньшинств, включая венгерский, в общественном транспорте, почтовых отделениях и в меню ресторанов, а также увеличит штрафы за несоблюдение закона в 20 раз до 15 тысяч евро. На прошлой неделе министры иностранных дел двух стран заявили, что правительство Словакии не намерено еще больше ужесточать действующий закон, который уже породил несколько противоречивых инцидентов. Ожидается, что поправка будет внесена Словацкой национальной партией самым малочисленным партнером по коалиции. СНП – это партия с традициями, которой всегда было привержено укреплению словацкого государственного языка, и традиционное ущемление языков меньшинств шло рука об руку с этим. Поэтому обещание ведущих партий коалиции «Курс и Голос», что они не стремятся ограничить использование языков меньшинств, является всего лишь политическим заявлением. Город Комарна в Южной Словакии. Многие местные жители повсеместно используют венгерский язык и хотят, чтобы так было и впредь. Было много стран, где люди не могли говорить на своем родном языке. И очень разочаровывают, что они принимают такие законы. Я думаю, что каждый имеет право говорить на своем родном языке. Есть среди жителей Комарна и те, кто верит в хорошее отношение между лидерами двух стран. Виктор Орбан активно агитировал за Роберта Фитца перед выборами в Словакии и с тех пор видит в нем близкого союзника. Однако, если словацкая нацпартия будет настаивать на реформе, Фитца, возможно, придется выбирать между дружбой с Венгрией и сохранением собственной коалиции. Без инцидентов завершился в Будапеште футбольный матч Лиги нации между сборными Израиля и Бельгии. Игра проходила под усиленной охраной полиции после антисемитских погромов, вспыхнувших в Амстердаме после матча Аяксы и Макаби 7 ноября. В полиции не уточнили, сколько дополнительных сотрудников было задействовано для обеспечения безопасности. Израильские болельщики, приехавшие в Будапешт, сказали Евроньюз, что не опасаются повторения амстердамских событий. Честно говоря, я так не думаю. Я с трудом могу поверить, что что-то подобное произошло. Город очень-очень безопасен. Я думаю, это самый безопасный город для евреев в Европе. Я думаю, что все по-другому. Я думаю, что сейчас все более подготовлены. И то, что произошло в Амстердаме, это у меня даже нет слов. У меня нет слов. У меня там есть друзья, у них были травмы из-за этого. Я чувствую большую безопасность здесь, в этом районе. Здесь много израильтян, и мы чувствуем себя в безопасности. Изначально матч планировали провести без болельщиков, но затем фанатов все же допустили. Всего игру посетили около полутора тысяч зрителей. Из них около трехсот приехали из Израиля. Встреча завершилась с победой Израиля со счетом 1-0. Десятки человек погибли и числятся пропавшими без вести в результате израильского удара в ночь на воскресенье по Бейтлахи. На севере сектора Газа сообщили палестинские власти. Как уточняется, среди погибших были женщины и дети. Еще 12 человек стали жертвами израильских авиаударов по центру сектора. Лагерям беженцев Буриджи и Нусейрат, где были разрушены несколько жилых зданий, а также по главному шоссе Газы. Это уточнили в больнице мучеников Аляксы в Дер-Эль-Балахе, куда были доставлены тела погибших, в том числе детей. Как сообщило палестинское новостное агентство ВАФА, похороны жертв состоялись в тот же день. Тем временем папа Франциск в ходе воскресной молитвы Ангелуса обратился к мировым лидерам. Война делает нас бесчеловечными, побуждает терпимо относиться к недопустимым преступлениям. Правители должны прислушаться к крику народов, требующих мира. Израиль также нанес новые авиаудары по Бейруту. Они пришлись на густо населенные жилые кварталы Мар-Элиас и Маула, сообщает о США этот пресс. В результате атаки в жилых домах вспыхнули пожары. Атаки последовали спустя несколько часов после ликвидации главы отдела по связям с общественностью движения Хизбалла Мохаммада Афифа. Он погиб в результате массовых обстрелов армии Израиля на юге Бейрута. В частности, под удар попали командные центры движения. До атаки Цахал выпустила предупреждение для местных жителей с призывом эвакуироваться. Бразилия принимает высокопоставленных гостей. В Рио-де-Жанейро стартует саммит Большой двадцатки. В мероприятии примут участие лидеры стран группы 20 и ряда других государств, в том числе Анголы, Боливии, Катара, Колумбии, Египта, Сингапура и других. На повестке обсуждение различных вопросов, начиная от бедности и голода, до реформы глобальных институтов, таких как ООН, Международный валютный фонд и ВТО. Во второй день саммита участники уделят внимание вопросам энергетического перехода. Именно на страны Большой двадцатки приходится большая часть выбросов углекислого газа. Мероприятие пройдет в Музее современного искусства Рио-де-Жанейро. Саммит продлится до 19 ноября. В результате нападения с ножом в профессионально-техническом колледже провинции Дзянсу на востоке Китая погибли 8 человек. Еще 17 человек получили ранения. Инцидент произошел в Институте искусств и технологий города Исин, сообщает агентство Синьхуа. По данным полиции, подозреваемый 21-летний студент выпускного курса, который совершил нападение из-за того, что не получил аттестат, не сдав экзамены, а также был недоволен оплатой своей стажировки. Молодой человек был задержан на месте и признал свою вину. Полиция продолжает расследование. Мне кажется, что в нашем обществе в целом стало больше насилия. У людей теперь проблемы с психическим здоровьем. Думаю, большинство молодых людей не хотят вступать в брак, потому что даже не могут гарантировать собственное выживание, не говоря уже о будущем, таком, как рождение детей и образование. Они даже не могут гарантировать себе стабильную жизнь. Это может быть связано с тем, что изменились три основы – взгляд на жизнь, мировоззрение и жизненные ценности. Напомним, несколько дней назад происшествие с массовой гибелью людей произошло в городе Джухай. Там мужчина на внедорожнике наехал на людей у спортивного комплекса. Там в результате 35 человек погибли, еще 45 пострадали. Это происшествие вызвало широкий резонанс в китайской общественности, в том числе потому, что подверглась цензуре в интернете. Власти официально сообщили о нем лишь спустя почти сутки. А с места трагедии полиция убрала цветы, которые принесли местные жители. Илон Маск объявила о планах SpaceX использовать Starship для сверхбыстрых перелетов между континентами. Например, путешествие из Лондона в Нью-Йорк займет 29 минут. Из Нью-Йорка в Париж 30 минут, а из Нью-Йорка в Шанхай 39 минут. СМИ утверждают, что Starship сможет перевозить до 1 тысячи пассажиров за рейс. Корабль сможет достигать скорости до 27 тысяч километров в час, взлетая в космос и приземляясь в точке назначения. Стоимость билетов может достигать 10 тысяч долларов. Миллион жителей Филиппин эвакуировали из-за супертайфона Ман-И, сообщает Reuters. Бедствие обрушилось на провинцию Катандуаньес и перешло на самый крупный остров архипелага Лусон. Порывы ветра достигали 240 километров в час. По мощности это равносильно урагану третьей категории. О погибших пока не сообщается. Супертайфун нанес большой урон по инфраструктуре, оборваны линии электропередачи, затоплены дома, повалены деревья. По информации о США и Тедпресс, провинция Катандуаньес полностью осталась без электричества. За прошлый месяц Филиппины столкнулись с шестью штормами и ураганами, в результате которых погибли более 160 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова